4 месяца назад студент Роман Силков приобрел в себе автомобиль. Для него это первый опыт зимней езды. И поэтому наш герой решил узнать, с чем сталкиваются водители на дорогах в холодное время года. Я в первый раз пришел в автошколу именно зимой, потому что зима это самый сложный период для водителей. Я пробовал водить машину летом, но сложности возникают именно зимой. Я обратился к опытному инструктору, чтобы узнать, какие ошибки нельзя совершать именно зимой, чтобы он доходчиво и понятно объяснил мне, чтобы я раз и навсегда справился с этой проблемой. Также инструктор по вождению добавил, что при отсутствии в автомобиле антиблокировочной системы тормозить на гололеде крайне не рекомендуется. Желательно сбрасывать скорость с помощью техники торможения двигателем. Даже опытные водители иногда пренебрегают тем, что они думают, что они резину поставили шипованную, а на мокром асфальте шипованная резина дает другой эффект совсем. То есть мокрый асфальт и шипованная резина увеличивают тормозной путь. Поэтому любые действия, которые вы делаете на автомобиле, все равно они должны быть плавные. Меньше скорость и, как обычно, прерывистые торможения. Это самое важное. По статистике, зимнее время года вдвое увеличивается количество ДТП, а также в полтора раза снижается средняя скорость движения потока. Чтобы не угодить в список дорожно-патрульной полиции, необходимо знать несколько несложных советов. Молодые водители, в первую очередь, делают одну и ту же ошибку. Это не подготавливать свой автомобиль к зимнему вождению. Ну, конечно, все думают о том, что просто сменив резину, можно уже двигаться более-менее зимой хорошо. На самом деле, помимо резины, есть еще очень много различных факторов, которые влияют на зимнее вождение. Для уверенного управления автомобилем в период холодов, его необходимо подготовить к условиям зимнего вождения. В первую очередь, нужно заменить шины. Причем, приобретать всю сезонную резину нежелательно, так как она неэффективна в наших краях. Проверьте исправность аккумулятора, проконтролируйте уровень моторного и трансмиссионного масла, а также охлаждающей, тормозной и омывающей жидкости. Ведь бесперебойная работа всех систем лишь повысит вашу уверенность за рулем. Кроме того, всегда держите при себе аварийный набор, чтобы быть готовым к непредвиденным обстоятельствам. Когда приезжаем, все-таки на стоянку лучше, конечно, машину на ручник не ставить. Особенно в перепад температур с плюса на минус, потому что ручник замерзает. А колеса, когда примерзли задние, уже ехать некуда. Очень часто зимой машину заносят на поворотах. В таких ситуациях ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза. Подобное действие лишь усугубит положение. Лучше направьте руль автомобиля в сторону заноса, так вы вернете машину в нормальное состояние. Ситуацию нужно прогнозировать. И чем дальше ее прогнозируешь, тем, с одной стороны, лучше понимаешь для себя, что будет делать следующий водитель, который едет впереди тебя. И, конечно же, дистанция, меньше скорости. Вот эти вот моменты, они самые нужные. Плавные и умеренные движения, а также предварительная подготовка автомобиля – залог безопасности водителя и пассажиров на зимней дороге.